приветствую всех на канале дваждаться димитрия и это видео для размещения на его площадке сохраняя тенденцию своего канала по крайней мере в течение последнего года стараюсь лить меньше воды и снимать по существу поэтому предлагаю сразу перейти к теме видео а уже по ходу я кое-что дополнительно расскажу о своем канале хочу поговорить о дульных сужениях в частности о чоке и получоки многие скажут что тема уже изъезжена но я так не считаю и хочу внести свой посильный вклад в это дело в частности визуализировать разницу между чоком и получоком отстрел будет производиться с двух дистанций дистанции это не шаги это конкретные метры отмерялись при помощи шнура длина 15 метров соответственно два расстояния 30 метров для большей наглядности отстрел будет производиться мелкой дробью номер 7 заводской патрон 1270 с пыш контейнером вот такой пыш контейнер установлен в патроне капсуль похоже из серии к в порах судя по форме сокол первый выстрел счастлен ем отмечать получок будет синий чок красный видел комментарии под своим видео что на полуавтомате чок стреляет также как получок на например на их 27 но тоже считаю это не совсем правильным замечанием потому что в данном конкретном случае на полуавтомате сужение выверены ну скажем так с абсолютной точностью а если взять российские ружья охотничьи там тот же полный чок сужение 1 миллиметр на тос 34 сужение достигало там 1,2 миллиметра то есть по сути получок являлся чоком но кстати тоже интересная тема для сравнения нужно просто взять на разные ружья и просто штангенциркулем померить насколько одинаковое сужение специально взял дробь номер 7 чтобы количество дробинок было больше чтобы гораздо наглядней оценить площадь охвата вот так выглядит получок сейчас вставляем чок и сравниваем результаты патрон тот же расстояние тоже дульное сужение иное полный чок сейчас закрашу и сравним но вот так вот с первого взгляда даже колоссальной разницы незаметно сейчас еще подобную операцию произведу с расстояние 45 метров и посмотрю что из этого получится расстояние 45 произвожу отстрел и фиксирую вот такие результаты у чока дробь номер 7 она конечно мелковата для такого расстояния но сейчас главное понять плотность синий пылучок красный чок расстояние 45 метров дробь номер 7 пыш контейнер честно говоря очень сложно оценить сейчас попробую ну да жертву временем сочетать количество дробинок на данном участке и посмотреть какое преобладает по расстоянию 45 метров 120 против 122 учока разница на 2 разница на две дробины и при 30 метрах 212 получок против 203 чок показываю общее количество дробин в патроне для наглядного примера отчитываю 200 дробин 200 дробин всего 368 дробин на самом деле удивительно что очень близкие показатели судя по этим данным можно делать выводы что для любительской охоты разницы между чоком и получоком нет в общем если вам интересны подобного рода видео на темы оружия всевозможных тестов с ним особенности снаряжения патронов прочие тонкости этого оружейного дела темы экстремальных ночевок в лесу в том числе в зимнем лесу без палаток и спец снаряжения отдельная тема водного туризма от экстремальных сплавов сквозь льды только что вскрытых рек прохождение прогов на байдарке до приятных путешествий по равнинным рекам тема краевого туризма с восхождением на интересные камни и спуском в темные красивые пещеры а также многие другие видео зарисовки предлагаю оценить их на моем youtube канале в любом случае буду рад видеть вас на своем канале оценить их на моем канале